Добрый вечер на ТНВ новости в студии Альбина Слагараева. И вот о чем расскажем сегодня. Пробки в 10 баллов, снежные заносы и гололедица. На ветеринарной там сейчас стоял. Казань накрыла сильная метель и ледяной дождь. О непогоде Анна Городнова. От низкого градуса к точке кипения. Есть спускной клапан воздуха, а здесь его просто нет. В Тукаевском районе замерзает детский сад. Почему от недоделок строители должны страдать дети, выяснял Рамиль Шайдулин. Новый год с огоньком. В основном обращают на сроки годности, на отсырел-не отсырел салют, чтобы он был качественный. Как в погоне за впечатлениями и не оказаться в больнице. В сюжете Сергея Хайдарова. Спасение краснокнижной птицы. На какие меры пошли елабужские орнитологи, чтобы не дать погибнуть орлану-белохвосту? Радик Фархулин. Почти 4 часа общения, 70 вопросов и более полутора тысяч журналистов. Сегодня в Москве Владимир Путин дал большую пресс-конференцию. Одно из первых вопросов президенту задала журналист из нашей республики на самую актуальную тему года. И чтобы обратить на себя внимание, она пошла на креатив. За пресс-конференцией следил Дмитрий Аренин. Чтобы обострить еще ваш вопрос, я видел, там девушка плакат поднимала, на котором написано «Путин бай-бай». А, бабай. А, господи. Старость слабоглазами стала, извините. Здесь написано «Путин бабай». Это по-татарски. Дедушка Путин. Так вас называют. Так звучное татарское слово помогло челнинской журналистке Лилии Павловой озвучить самый обсуждаемый в Татарстане вопрос последних месяцев о преподавании татарского языка. Мы, конечно, переживаем, не будет ли нам хуже. Принято решение Министерством образования, но мы хотим услышать. Не поднимете ли вы через год, через два, через три снова этот национальный вопрос? И не стоит ли в ваших планах укропнение регионов, о котором сейчас все говорят? У нас нет никакой остроты в сфере национального, так выразились, вопросы. Второе. Вопрос, связанный с языком, направлен только на одно. Создать всем детям, где бы они не проживали на территории Российской Федерации, равные стартовые условия для будущей жизни. Ну вот мы говорим про Татарстан, который я очень люблю, и там у меня и друзей много. Что нужно точно обеспечить? Нужно обеспечить людям возможность изучения родного языка. У нас, слава богу, огромное разнообразие таких языков. Это наша гордость и это наше богатство. По поводу же укропнения регионов, президент ответил, что это возможно, где есть экономическая необходимость. Но в отношении национальных республик таких планов нет. Наверное, иногда есть смысл в этом укроплении. Но, и я хочу подчеркнуть, чтобы и в Татарстане, и в других национальных республиках на автономиях меня услышали, мы ничего не будем навязывать в этой сфере. Я считаю, что это очень вредно и очень опасно для единства Российской Федерации, потому что любой народ, маленький, большой, он должен выбрать сам такую форму своего сосуществования с другими народами России, которую он считает наиболее для него приемлемым и оптимальным. Поэтому никаких государственных планов по укроплению, по сливанию и так далее нет и быть не может. И сразу же после ответа президента на этот вопрос мы связались с Лилией Павловой. Я довольна, потому что это были вопросы, которые беспокоят очень многих в нашей республике и в других регионах. Поэтому я думаю, что многие сегодня успокоятся. Еще одна важная тема ситуации в экономике. Владимир Путин сообщил, что в этом году наметился рост и вырос поток инвестиций. Прямые иностранные инвестиции достигли 23 миллиардов долларов. Это в два раза больше, чем в прошлом году. И лучший показатель за предыдущие четыре года. На сегодняшний день идет явное оздоровление и рост экономики. Владимир Путин сегодня еще раз объяснил, зачем он идет на выборы. Главное, как он сказал для него, развитие страны и повышение доходов граждан. Главное, на чем я считаю необходимо сосредоточить внимание, это такие вопросы, как развитие инфраструктуры. Если говорить конкретно, это инфраструктура, здравоохранение, образование. И это без всяких сомнений, все должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан. И в этой связи Владимир Путин отметил, что по майским указам более 90% заявленных целей исполнены. И нужно добиться, чтобы люди в разных регионах страны жили примерно на одном уровне. И для этого, как считает президент, справедливо перераспределять доходы между регионами. Поэтому справедливым является перераспределение от регионов доноров, а сегодня у нас таких 12 регионов доноров, перераспределение в другие регионы Российской Федерации. И мы аккуратненько будем это делать, не подрывая, разумеется, желание регионов доноров развивать свою экономику дальше. Сегодняшняя пресс-конференция Владимира Путина стала 13-й по счету и рекордной по вниманию СМИ. Заявилось 1640 журналистов. По традиции, эта встреча дала ответы на самые острые и злободневные вопросы. Дмитрий Аринин, Альбина Минебаева, ТНВ, Москва. Пресс-конференция Владимира Путина привлекла внимание не только журналистов, но и экспертов. За ответами президента следили, а позже проанализировали и в Сатарстане. Палитра мнений в нашем следующем репортаже. Принципиально важен. То есть идет разговор не просто с действующим президентом, но и с кандидатом в президент, который будем избирать на 6 лет. И отсюда и характер вопросов. То есть и на перспективу, и на текущие моменты, конечно, без этого не могло быть. Очень большая палитра. Для меня было важно, что президент подтвердил экономический рост, начавшийся в стране. Понятно, что граждане, наверное, не видят. Это видят экономисты, специалисты в этой сфере. Потому что президент сказал, назвал цифру 1,6%. Но, тем не менее, это рост. Он говорил о том, что изучение национальных языков очень важно. В принципе, это в России должно быть. Ну, здесь еще раз была подтверждена та идея. Ну, и конкретизации не было. Я думаю, это уже не задача президента. Уже на уровне Министерства образования России, Министерства образования Татарстана должны конкретизировать, каким образом реализовать. Интересный вопрос был связан с оценкой оппозиции. Что президент думает по этому поводу? Он оценил часть оппозиции, как, скажем так, недостаточно конструктивную, поскольку они не имеют реальной выборной повестки. А то, что Владимир Владимирович безусловный лидер Российской Федерации, это очевидно. Вы знаете, мне всегда интересно слушать эти пресс-конференции, потому что идет такая вот объективная оценка той ситуации, в которой мы находимся. Аккредитации более 1600 человек, ведь говорят, да? Корреспондентов. Это говорит, что мир, это тоже миру интереснее, что думает глава крупнейшего, будем говорить, государства. Госсовет рассмотрит кандидатуру нового министра образования Татарстана 21 декабря. Напомним, сейчас его обязанности исполняет Рафис Бурганов. Эта сессия станет последней в выходящем году. И еще один вопрос – подготовка к чемпионату мира по футболу. Обсудят изменения наказания за спекуляцию билетами. Предлагается ужесточить наказание. Другой вопрос – в налоговом кодексе повысить ставку на игорный бизнес. Будут ли дополнительные вопросы, связанные с окончательным внесением предложений по согласованию к кандидатуру вице-премьера, министра образования Республики Татарстан. Согласительные процедуры, которые появились. Метель, гололед, туман и порывы ветра до 20 метров в секунду. МЧС предупреждает об ухудшении погоды. В Казани сегодня утром были 10-ти бальные пробки. Трудности возникли в аэропорту. Некоторые самолеты улетали на запасной аэродром Нижнекамск. А на городного климатической картине дня. В 8 утра пробки в Казани достигли максимальной отметки. В 10 баллов стоял не только весь центр улицы Карла Марса, Достоевского, Пушкина, но и космонавтов. Весь Сибирский тракт, Южная трасса, проспекты Победы и Ямашево. Были замечены десятки аварий. Скорость движения была не больше 7 километров в час. Получается, опоздал где-то, наверное, на минут 30. Восстание стояло везде, в авистрое. И на ветеринарной там сейчас стоял. Из-за обледенения взлетно-посадочной полосы на 4 часа сегодня закрыли международный аэропорт Казань. Прилетающие лайнеры отправляли на ближайший запасной аэродром Нижнекамск. Было отменено 3 рейса. Казань-Стамбул, Казань-Рига и Казань-Москва. А также задержаны 4 вылета. В Калининград, во Внуково, в Домодедово и в Самару. Пассажирам предоставляются напитки, горячее питание. При необходимости решается вопрос о предоставлении гостиницы. Сейчас аэропорт открыт. Полеты по расписанию. Машины в ледяной глазури. Такую картину пришлось наблюдать утром автовладельцам Нижнекамска. Чтобы выехать на работу, технику сначала пришлось отогреть, а потом почистить. Не отыгрывайте штуку. Ждем вот так. Отогреться более-менее. Кого вы на марте, технику быстрее вы будете все равно. Многие водители сегодня пересели на общественный транспорт. Вероятность оказаться в пробках минимальна. Но далеко не все считают, что такая погода – повод не выезжать. Просто ездить уметь надо в голове. Все, спешить не надо. На ледью покрылись и тротуары. Чтобы посыпать их песком или солью, на район уходит под 10 ведер песка, говорят дворники. В набережных Челнах для борьбы с гололедом применяют водно-соляные растворы. Для обработки остановочных карманов, разворотов, перекрестков – песко-соляную смесь. Водители спецтехники жалуются. Работе мешают припаркованные на обочинах машины. Войт полно мешает, конечно. И нарушает многое, подрезает. Синоптики пока не говорят об улучшении погоды. В Татарстане ожидаются метель, снег с дождем, туман. Усиление ветра до 20 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица. Сотрудники ГИБДД просят водителей не выезжать на трассы. Анна Городнова, Светлана Шумкова, Гузель Шагавова, Амир Залюшев, ТНВ, Казань, Нижнекамск, Набережные Челны. Только холод, только ветер. Дети из Тукаевского района могут здоровьем ответить за халтуру строителей. Из-за вентилей на батареях, установленных с ошибкой, в детском саду холодно почти как на улице. Кто должен согреть детей? Радиатор – любимое место детишек. У него можно и поиграть, и погреться. Ведь временами в группах становится холодно почти как на улице. Здесь температура падает вообще до 15-17 градусов. Дети ложатся в ледяные кровати, потому что основная проблема – это в спальнях. Там батареи совсем холодные. Гадать, кому сегодня повезет и будет тепло, а кому нет и придется мерзнуть, приходится часто. На 74 ребенка несколько батарей, да и те работают через одну. Например, в гардеробе теперь можно вовсе не раздеваться. Здесь греет только один радиатор. Банально. Просто вот здесь есть спускной клапан воздуха, а здесь его просто нет. Из-за таких просчетов строителей коту под хвост пошла целая система отопления. Теперь почему в садике холодно, детям вынуждены объяснять родители. Но одними объяснениями без замены труб делу вряд ли поможешь. Нужен срочный ремонт. С этой просьбой мамой и папой замерзающих детишек обижали многие инстанции. Снова и снова получая отказ. Нет денег. Сегодня в садик приехала инспекция из РАНО. Снова обещают заменить хотя бы трубы. Сегодня смотрели систему отопления внутри здания детского сада «Колосок» села Малышилина. Есть откровение от норм. Буквально в течение недели максимум все будет приведено в соответствие. Обслуживающая организация «Тука-Теплога» занимается. Один «Колосок» на пять сел. В этот детский сад водили детей со всего Тукаевского района. И продолжат. С обещанным ремонтом родители надеются, мерзнуть больше не придется. Однако еще впереди самые лютые морозы. А вот погода в их доме будет комфортной. Сегодня в Болгаре сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вручили ключи от новых квартир. Дом с видом на озеро расположен на улице Пионерская. Его построили по новой технологии из современных материалов. С новосельем жители поздравили не только строителей, но и Дед Мороза с Негорочкой. Новая планировка замечательная. Пол теплый, пластиковые окна. Самое главное – тепло. Ребенку тепло. Вечно бегает на полу, валяется, ей весело, играется. Ну так все хорошо, очень даже все понравилось. Это новости на ТНВ и далее в программе. Новый год с огоньком. В основном обращают на сроки годностей, на отцарел-нецарел салют, чтобы он был качественный. Как в погоне за впечатлениями и не оказаться в больнице. В сюжете Сергея Хайдарова. Спасение краснокнижной птицы. На какие меры пошли елабужские орнитологи, чтобы не дать погибнуть орлану-белохвосту? Радик Фархулин. Ощипывать кур без забивания. За коровами следить через мобильное приложение. Это только часть проектов, которые получили гранты венчурного фонда. Сегодня определились победители конкурса 50 лучших инновационных идей. В одном зале собрались предприниматели, инвесторы и те, кто наводит между ними мосты. Какие идеи и проекты опережают время, об этом далее. Дойная корова. Тут есть самка, пол, порода. А еще у каждой свой номер, дата чипирования и вся информация о прививках на доях и здоровье животного. Приложения позволяют следить за каждой буренкой в отдельности, а по сути вести учет и контроль всего животноводческого комплекса республики. Там есть технологические карты, с помощью которых специалисты, например, вводят тогда, какие процедуры нужно производить животным. Дальше эта технологическая карта обрабатывает даты рождения, осмотров, осеменения отелов животного. И основание этого формирует список будущих задач для специалистов. ФС Авходив из Верхнеуслонского района победителя в номинации «Социально значимая инновация». Его проект предполагает разведение кур и производство товара из пера и пуха. Инновация заключается в том, что во многих местах уже как бы мертвых отщипывает. А здесь идет как бы живых, их оставляют еще живых просто, вот отщипывает. Конкурс 50 лучших инновационных идей проводится в этом году в 13-й раз. Премию в номинации «Перспектива» вручил президент республики. На протяжении последних лет мы ведем системную работу по адаптации нашей экономики, текущим вызовом в области создания инновационной и инвестиционной инфраструктуры для ведения бизнеса, формирования благоприятных условий для открытия производства и транспорта технологий, а также воспитания собственного дарования и притока интеллектуальных кадров. В этом году на конкурс поступили 1864 заявки, в том числе и из других стран. В первую очередь среди победителей проекта и идеи, которые могут быть реализованы на индустриальных площадках страны, а их потенциальные рынки сбыта по всему миру. Если хотите, это государственный заказ на инновации, чтобы начали люди этим заниматься. Мы привыкли, что все делается на заводах. Скоро машины, там не будет работать, вот те машины, которые занимаются сборкой автомобилей, там людей вообще скоро не увидим. А в те заводы, где люди еще останутся, они обанкротятся. Потому что все центры прибыли вот с этих заводов сместятся именно вот в эти технологичные компании. Критерий оценки конкурса прост. 10% проекта выживают. Этот показатель в 5 раз выше, чем за границей. Весь путь от идеи до реального бизнеса под контролем венчурного фонда. К тому же, многие из проектов победителей будут приняты в программу акселерации. Альбина Слагараева, Рина Цаффин, ТНВ, Казань. Подавать показания счетчиков, не выходя из дома, в казанских поселках устанавливают автоматизированные системы учета электроэнергии. Оборудование защищено от перегрузок и коротких замыканий. Местные жители уже оценили новинку. О ее преимуществах далее. Раньше электросчетчики и жители поселка Азамат находились дома. Потом их вынесли на улицу. Но снимать показания все равно приходилось. Теперь сбор данных дистанционный. С рабочего места сотрудников казанских электросетей. Показания снимаются автоматически. То есть нам уже ничего делать не надо. Единственное, что нам дали приборчик такой электронный. Мы можем по нему контролировать, правильно ли с нас снимают. Он показывает дату, он показывает время. Работает он от двух пальчиков батарей. На специальном пульте все данные. Он работает из любой точки дома. Автоматический выключатель, встроенный в счетчик, защитит от перегрузок и коротких замыканий. Они находятся на обслуживании у нас в сетях. Тем самым, если они ломаются, истекает срок госповерки. За всем этим следим, конечно же, мы. При этом приборы учета устанавливаются непосредственно на опоре ЛЭП. Это сводит на нет неучтенные потребления электроэнергии. Очень много счетчиков стоит внутри дома. Потребителей обычно дома не бывает. И чтобы, так как по постановлению ежемесячно надо снимать показания, и это производится дистанционно, мы взяли на себя эти функции полностью и затраты на установку данных приборов. Преимущество новой системы уже оценили жители Займища, Самосырова, Клыков, Залесного, Северного и других поселков. За время работы программы казанскими электрическими сетями установлено почти 3000 счетчиков. Продолжат программу и в следующем году. Анна Городнова, Андресен Тальцев, ТНВ, Казань. Чтобы не встретить Новый год в больнице, с 20 декабря в республике будет введен особый противопожарный режим. Под контролем не только магазины пиротехники, но и сами татарстанцы. Запускать салюты им разрешат только в специально отведенных местах. Уже сейчас 86 таких площадок оборудовали в 16 районах республики. Как в поисках впечатлений не лишится здоровья Сергей Хайдаров. Без этих ярких огней уже не может представить свой Новый год, пожалуй, ни один россиянин. Но мало кто задумывается, что за этой красотой и блеском скрывается немалая опасность не только для здоровья, но и для жизни. Это подтверждает статистика. Уже в этом году в Арском районе от пиротехники пострадал 13-летний ребенок. И вместо новогоднего настроения получил серьезные травмы. У петарды произошла искра. Искра попала на одежду мальчика. У него синтетические брюки были. В итоге у него брюки загорелись, и он получил ожоги ног. Запускать салюты можно не ближе, чем за 30 метров до высоток. Эти правила ужесточит особый противопожарный режим МЧС. С 20 декабря минимальный безопасный радиус залпов не менее 50 метров. Это у нас самые популярные салюты. Они стоят от 3 до 5 тысяч. А это самый дорогой салют. Он стоит 46 тысяч. При лавке магазинов пиротехники в преддверии Нового года пестрят пенгальские огни, салюты, фейерверки. Их качество скоро проверят инспекторы МЧС. Ответственность и на продавцах. Лицам до 16 лет нельзя отпускать взрывоопасный товар. Умудряются позвать прохожих, чтобы они им купили. Бывает то, что приходят с телефоном и говорят, вот моя мама, поговорите, продайте мне. Для любителей красиво встретить Новый год в республике уже подготовлены 86 специальных площадок. Они есть в 16 районах Татарстана. За залпы вне этих площадок штраф. В прошлом году за подобные нарушения рублем наказали 103 татарстанца. Сергей Хайдаров, Мара Саидгараев, ТНВ, Казань. Краснокнижную птицу из Елабыги отправили в Симбирский центр спасения диких животных. Орламу-белохвосту нужна реабилитация. Замерзающую птицу нашли в елабужских лугах. Она была слабой и почти обездвиженной. У орла на отравлении помочь ему могут только специалисты. Обезвоженного орла на белохвоста привезли рыбаки. Этот вид птицы занесен в Красную книгу России. Пернатому нет и года. После осмотра орнитологом Национального парка Нижнекама стало ясно. У него отравление. Отравление могло быть вызвано либо попаданием в тело птицы свинца в результате поедания подранков, либо в результате поедания отравленных животных, грызунов. Первую помощь краснокнижной птице оказали в Елабуге. Орнитолог Ренур Бекмансуров показал ее студентам биофака и провел своеобразный мастер-класс по оказанию медицинской помощи. Для того, чтобы изъять птицу из природы, нужны особые разрешения, поскольку мы вынуждены были принять экстренные меры, чтобы спасти птицу. Хищника отправили в Ульяновск, в Симбирский центр спасения диких животных, где орлан должен пройти реабилитацию. После всех процедур Краснокнижник вновь вернется в Национальный парк Нижняя Кама. Сегодня здесь гнездятся 8 пар этих птиц. Всего же в Татарстане обитают около 170 пар орланов. Они живут вдоль Камы, Волги и крупных водохранилищ. Радик Фархулин, Анна Городнова, Гульнара Салихова, Тенова Елабуга. А вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112» подозреваемого в изнасиловании 8-летней девочки. Сегодня арестовали все подробности через несколько минут. А сейчас спорт и прогноз погоды. До встречи в 21.30. Ежедневные покупки. Долгожданные подарки. Оплата общественного транспорта. Скидки более чем у 300 компаний-партнеров. Кэшбэк с каждой покупки и повышенный процент на остаток. Дебетовая карта Акбарс Эволюшн. Заработанные деньги зарабатывают деньги. Приходи в аквапарк «Ривьера» и получи шанс стать обладателем крутого смартфона. В клинике «Медел» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. В клинике «Медел» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. И на марка по цене отечественной. Да, если это «Датсон». В декабре с новогодней скидкой до 80 тысяч рублей. Звони в автоцентр «Марка». 4 пятерки, 3 семерки. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачная, высокая, средняя, рыночная. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банкаверс. Доступная ипотека здесь. Нужен новый автомобиль? Приходи, поторгуемся. Новогодняя скидка на «Ниссан» – 250 тысяч рублей. И это не предел. Звони в автоцентр «Марка». 4 пятерки, 3 единицы. Спустя порозом страдает каждый второй человек старше 50 лет. Ваши кости становятся ломкими, хрупкими, а в результате – перелом. Здоровый образ жизни и активное движение. И 5-разовое правильное питание, и остеопороз можно превратить. Будьте в курсе и оставайтесь молодыми. Только 4 дня. Очень низкая цена. Горбуша, пикша по 169 рублей. Светофор. Покупай скорей. Республиканский конкурс красоты «Миста Дарстан-2018». Кастинг. 24 декабря. Приглашаются девушки от 14 до 23 лет. Телефон дирекции 29 555 49. Возрастное ограничение 12+. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмазгофиатов. Традиционно на пресс-конференции с Владимиром Путиным прозвучали актуальные вопросы о спорте. В этом году внимание мировой спортивной общественности по отношению к нашей стране стало наиболее острым. Как в плане участия на Олимпиаде, так и по вопросам проведения чемпионата мира по футболу в следующем году. Мы с уважением относимся к международным спортивным организациям. Кстати говоря, и к ВАДе, и тем более к МОКу. У нас там очень много друзей. Но мы понимаем, что им тяжело. На них самих давят с утра до ночи и запугивают. Но чего бы сейчас они после этого моих слов не сказали, так и есть. Но все равно, даже если они вынуждены что-то делать, надо хоть на чем-то объективном основывать свои выводы. Вот о чем речь. Для нас очень важно, что инспекторы FIFA сопровождают всю подготовку к проведению чемпионата мира. Все идет по графику. Проверили китайцев на прочность. Волейбольный «Зенит» продолжает свой путь к победе на клубном чемпионате мира. Это пока единственный трофей, до сих пор не покорившийся казанцам. Очередным соперником наших стал клуб «Шанхай» из одноименного города. Пока «Зенит» идет к победному титулу без поражений. Даже по сетам команда не проигрывает. Сегодня вечером казанцы и польская «Скра» начнут матч за первое место в группе «Б». Обе команды уже обеспечили себе выход в полуфинал клубного чемпионата мира. А значит победа – это дело престижа. Дают, выпускают играть. И то, что получается. Потому что хочется, наверное. Спасибо ребятам с Артур Серки, что делали отриф и тренеру за то, что выпускал нас поиграть. Завтра у нас будет очень важная игра. Уже завтра, надеюсь, посмотрим. Новый рекорд России – очередной пьедестал Татарстана. Бугульминец Александр Красных выиграл золотую медаль чемпионата Европы. Турнир по плаванию на короткой воде проходит в Дании. Красных вышел на старт дистанции 400 метров вольным стилем. Он преодолел свой путь за рекордное для России время. Еще один россиянин Вячеслав Андрусенко занял шестое место. Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде продлится до 17 декабря. Надеемся, что Красных еще не раз порадует своих болельщиков. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Время новостей о погоде. Здравствуйте. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели. На заказ – Данил Мастер. Быстро и качественно. Изготовим кухню по вашим размерам. 3D-проект кухни. Доставка и установка бесплатна. Только в декабре назовите пароль «ДМебель» и получите 25% дополнительной скидки на вашу кухню. Данил Мастер. Настало время низких цен. Казань. Восстание 23. Телефон 2-167-166. Для тех, кого ждут дома. Для тех, кто привык ждать. И всем, кто не ждет, а дарит радость близким. Новогодний кредит 12% от Банка Восточный. Спонсор выпуска – Банк Восточный. Всем, кто не ждет, а дарит радость близким. Новогодний кредит с праздничной ставкой 12% годовых. Адреса в Казани. Тазигизата 15, Пушкина 54, Зорги 11Б. Ну что ж, а теперь о погоде. Предстоящие сутки в республике похолодает. По данным сервиса Ямнекс.Погода на юго-востоке Татарстана ожидается снег. И до 8 градусов ниже нуля. На северо-востоке во второй половине дня пройдет снег. Температура воздуха там составит до 5 градусов мороза. На севере Татарстана местами снег и тоже минус 5 градусов. На северо-западе республики пройдет снег. Температура воздуха составит минус 5 градусов. На юго-западе Татарстана ожидаются сильные снегопады. Там температура воздуха составит до 4 градусов мороза. В центральном районе республики ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит минус 7 градусов. Внимание! В Казани открылся второй автоцентр «Газ Луидор». Успейте купить автомобиль «Газ» по старой цене. Адрес Казани – «Гашика-7», телефон 202-38-88. «Газ Луидор» открыл новый автосалон. Успейте купить на выгодных условиях 0% первоначальный взнос. Ваш газ на «Гашика» у нас. Автоцентр «Газ Луидор», Казань. Улица «Гашика-7», Сибирский тракт, 59, 202-38-88. Не можете определиться с подарком на Новый год? Нет ничего проще. Ультрасовременная и красивая кухонная посуда торговой марки «Кукмара» станет желанным подарком в любом доме. Вместе с «Кукмарой» вы подарите себе и своим близким незабываемый вкус и аромат праздничных блюд. Встречайте Новый год с «Кукмарой». Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуда с антибригарным и декоративным покрытием. Товар для туризма, отдыха, форма для хлеба. В предстоящие сутки в Казани ожидается снег. Температура воздуха составит около 3 градусов мороза. Ветер южный, порывистый. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 90%. Магнитная польза неспокойная. На дорогах ожидается гололедица. Будьте внимательны. Санаторий Бакирова – одна из ведущих здравниц Татарстана, известная далеко за пределами, как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляет здоровье более 17 тысяч человек. Целебные грязи и чудодейственный климат. Забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить свое здоровье. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок от Арстанской Швейцарии. Да, слов нет. И тайные суда – шведский столб. Комфортные переходы. Бацеста и грязи делают чудеса. Бакирово – наш санаторий.